либералов не существует и в этом видео я вам это докажу спонсор видео youtube канал 66 ща будут сложные слова дауншифтинг софизм аскетизм отношения да автор берет такие сложные явления и коротко понятно их раскрывает я думаю этот канал самый быстрый способ прокачать мозговой кругозор и стать увереннее в себе после полученных знаний вот мне 16-летнему пригодился бы ролик по ораторскому искусству и у 66 как раз есть такой видос 4 минуты и ты говоришь как бог зацени сам по ссылке в описании меня зовут фил кек добро пожаловать на мой канал после этого видео вы совершенно иначе будете смотреть на то кто такие либералы и вообще смотреть на то как воспринимаются либеральные идеи общества это такой экспериментальный формат в котором я коротко и понятно хочу выразить свои мысли чтобы расставить некоторые точки над и расставить некоторые вопросы потому что либерализм и вообще слово либерал она абсолютно извратилась загрязнилась очернилась сейчас либерал это оскорбление и я объясню вам почему так очень много людей думает первое что нужно понять чем более сложные явления стоят за словом тем быстрее это слово теряет всякий смысл сейчас либеральный для каждого это совершенно разное потому что люди очень любят сами усложнять усложнять во всех смыслах искажать и даже терять вообще основу слово которое пришло к нам в жизнь это вот тоже самое как со словом бог любовь честь что это такое это очень сложно объяснить потому что для каждого будет своя какая-то интерпретация спроси человека что такое бог каждый человек из наверное десяти тысяч тебе по-разному расскажет что такое бог и что такое любовь конечно же потому что это тоже невероятно сложно любовь можно трактовать как из научной точки зрения так и с духовной она нам дам брама и тягу высшее сознание есть блаженство и высшее сознание это одновременно и любовь так вот давайте начнем с самых основ либерал от латинского либералис означает свободный большинство людей не знают что такое свобода вы представляете они не понимают что это на самом деле и в этом видео я затрону именно психологический аспект потому что все вот эти явления политические высказывания идут от мозга от психики от наших мыслительных процессов которые сформировались совершенно закономерно и эту закономерность я сейчас расскажу каждый из нас человек и мы обладаем правом на то чтобы жить эту жизнь так как мы хотим то есть индивидуально это основа либерализма но дело в том что мы все живем в социуме вместе друг с другом и поэтому мы должны мириться с некоторыми традиционными ценностями которые были сформированы очень очень давно и вот консерватизм это вот как раз таки про то чтобы стоять на на земле двумя ногами и держаться за привычную опору образно говоря это эволюционный механизм в нашем мозге на самом деле держаться за стабильность держаться за какие-то институты которые проверены временем вот это есть консерватизм каждый из вас рождается не просто на каком-то поле с ромашками там с цветочками беги куда хочешь сделай что хочешь потому что свобода ограничена вот этими ценностями и вот этой культурой и вот этим социумом то есть мы рождаемся в семье в которой есть семейные установки как вам родители говорят как вы должны жить вы рождаетесь в государстве в котором тоже есть законы которые говорят вам как вы не должны поступать какие поступки порицаются а также это может быть еще и религия то есть ваша семья может запихнуть вас в еще одну такую ячеечку в такой кубик установок по жизни где тоже будут ограничения но они как бы проверены временем благодаря религии на самом деле очень много хорошего случилось за нашу историю люди стали в одно время лучше но огромнейшее но задайте себе вопрос всегда ли вы следуете по тем ценностям которые вам предлагает религия государство семья или другие какие-то социальные группы всегда ли вы следуете всем вот этим ценностным советом и я уверен что большинство моих зрителей скажет что нет каждый раз когда вы делаете что-то что считаете правильным лично для себя это вспышки либерализма в вашем мозге в вашем сознании то есть вы полагаетесь на себя и вы как бы вот эту границу свободы в своей голове немного расширяете и берете ответственность за свое действие потому что вам могут говорить что это неправильно значит вот эти рамки в голове можно как-то самостоятельно расширять полагаясь на свою интуицию что ли на свои индивидуальные потребности но ты понимаешь что ты рискуешь потому что вот эти все консервативные рамки они существуют просто для того чтобы тебя уберечь просто для того чтобы ты выжил вы начинаете встречаться с девушкой или с парнем и этот парень или девушка другой национальности и вам родители говорят нет они начинают проявлять вот эту нетерпимость к вашему выбору они ваш выбор не учитывают и начинают вам раздавать советы тем самым точно также влияя на ваше право быть с тем с кем вы хотите быть понимаете какая загвоздка здесь смотрите еще раз внимательно вам говорят нет вам говорят что это не при не принято и это даже распространяется в социуме если мы расширим из семьи сейчас очень много людей против межнациональных браков против того чтобы смешивали кровь против того чтобы люди с разным цветом кожи проживали жизнь вместе или вот эти установки религиозные которые идут вот например девушка должна сохранять целомудрие до брака до первого брака вот спрашивается почему вот какая какая здесь исконная причина вот вы если подумаете вот просто сядете и обдумайте на самом деле это просто плохо потому что люди договорились что это плохо это потому что есть такая установка которая является сакральной которая является священной и если ты либерал ты должен поставить под вопрос сакральное ты должен стать грешником вот так вот по мнению многих людей и примеров здесь можно найти просто невероятно много и это подтвердит мои слова о том что большинство людей на планете это уже либералы эти ценности они уже в нас заложены вот смотрите религия какая-то религия говорит что нельзя есть свинину человек следует этому примеру следует следует а потом он задается вопросом а почему нельзя есть свинину но может быть ну ну какая здесь стоит какая-то логическая должна быть причина почему для меня это плохо он пробует свинину ничего страшного в принципе не происходит для религиозной община он стал грешником но для себя он стал более индивидуальным далее школа это тоже определенный институт в котором на вас могут влиять определенные личности определенные авторитеты вот директор показывает на вас пальцем и говорит что нельзя красить волосы в зеленый цвет нельзя носить вот этот ужасный пирсинг нельзя 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 и школьник тоже может задуматься об а как это может плохо влиять на других людей если это мои волосы если это мое тело если я могу с ним какие-то вещи делать в рамках конечно же ну разумного и если школьник продолжает красить волосы он не видит в этом ничего плохого он не повинуется вот этим рамкам он становится либералом и директрису это очень может сильно раздражать что человек сохранил свою индивидуальность скажем так привести себя внешний вид в адекватный потому что розовый синий голубой это не цвет для школьницы в учебный процесс если мы расширим это на весь социум мы можем заметить что те люди которые следуют индивидуальному своему интуитивному я с большой буквы они могут очень сильно раздражать тех людей которые боятся следовать себе которые привыкли не вы не представляете годами привыкли держаться за привычные ценности которые прививают им вокруг и когда они видят человека который проявляет индивидуализм они просто у них ошибка случается в мозге они не понимают как реагировать и остается только раздражение агрессия страх вот почему либералов так ненавидят не любят потому что некоторые люди не раскрыли в себе индивидуализм здоровую личность понимаете ведь сейчас я рассказываю это все о людях которые все-таки расширили свои рамки в голове но есть такие люди в которых даже как бы личности нет понимаете даже здорового проявления эго не существует да я сам очень часто людей критикую за раздутое эго это вообще сейчас я дальше разовью эту тему но поймите есть некоторый здоровый образец личности индивидуализма когда ты делаешь то что ты считаешь нужным для себя и вот очень важно понять а почему некоторые люди не обрели личность а почему некоторые люди не расширяют рамки свободы в своей голове а все дело в том что на это невероятно сильно влияют гены и условия среда произрастания человека произрастания конечно же психического личностного все это я говорю не ради бахвальства там чтобы сказать какое классный какое вырос я говорю о том почему другие люди полагаются на традиции ценности потому что кто-то с детства рос жестких рамках потому что у кого-то были деспотичные родители потому что у кого-то был садик который был очень очень строгий у кого-то какой-то коллектив школе был тоже гнетущий понимаете у кого-то самого детства были религиозные установки которые были основаны на страхе и вот почему ученые говорят что чем больше вы консерватор тем активнее ваша зона страха потому что это этот страх он внедряется в подкорку вашего мозга он внедряется в систему поведения и взглядов на жизнь и потом это проецируется тем что взрослые мужики они обладают вот этой именно фобии без преувеличения это фобия всего нового это закрытость от нового опыта это фокусировка на негативе фокусировка на чем-то плохом типа вот разрешат марихуану и все с наркоманятся вот разрешим гомосексуальность и все будут трахать животных вот разрешим девушкам заниматься сексом до свадьбы они все станут распутными вы понимаете в чем суть это страх и я хочу сделать на этом акцент это очень важно что мы люди по-разному смотрим на мир по-разному думаем о мире по-разному воспринимаем те или иные события ученые до конца не уверены действительно ли генетически обусловлены консервативные или либеральные взгляды но мы точно знаем что среда произрастания человека очень сильно повлияет на то как этот человек будет думать мыслить и вообще действовать поэтому допуская то что это может быть и генетический фактор и фактор условий в котором человек произрастает то очень просто понять почему некоторые люди так ненавидят либеральные взгляды у такого человека в детстве было очень много травмирующих факторов были возможно токсичные родители жесткие рамки и зона страха вот это амигдала в мозге которая вырабатывает этот страх работает ну на более усиленном режиме но в автономном режиме и человек он как бы фокусируется концентрируется больше на негативных аспектах любых реформ вообще любых отклонений индивидуальных и поэтому такой человек очень часто выбирает стабильность в угоду каких-то расширений свободы но есть же настоящие люди которые расширяют рамки свои свободы и это им помогает это им помогает личностно расти это им помогает быть собой бы освободиться от этого страха или просто люди у которых заблокирована личность у них одна не развилась то есть не сформировалась никакого индивидуализма конечно же они не будут понимать либеральные идеи так вот либералов не существует существует просто здоровый личностный рост существуют люди которые умеют работать с рамками свободы они обладают самоконтролем и самоцензурой в хорошем смысле то есть они понимают как нужно эти рамки расширять когда можно проявлять индивидуальность а когда не стоит это и есть личность это здоровое проявление психики которая не была травмирована какими-то жесткими рамками или событиями из детства и такой человек он всегда будет придерживаться либеральных взглядов абсолютно любой человек интеллигентный разумный который не боится обладает личностью он всегда еще раз повторяю будет расширять свои рамки свободы но этим я не хочу сказать что либерализм это всегда хорошо далеко не так я добрался до самой кульминации которую сейчас вам хочу раскрыть конечно мы живем в то время когда либеральные идеи они просто победили они внедрились в наше понимание жизни в наше понимание себя и того что такое права человека мы живем совершенно по-другому не так как жили хотя бы 300 лет назад когда вот эти институты религиозные государственные семейные они преобладали настолько что человек человеческое я как бы стиралась и поэтому ценность человеческой жизни была гораздо ниже чем сейчас это все достижение именно расширение рамок свободы это достижение личностного роста психически здорового роста поэтому какой смысл обозначать кого-то либералом а кого-то не либералом когда по факту либералов не существует есть просто люди которые обладают личностью а люди которые не обладают личностью также есть люди которые понимают к чему привели вот эти идеи либеральные а есть те кто не понимает но живет по их канонам есть некоторая основа которая была сформирована еще во времена великой французской революции оттуда все идет оттуда все корни это основа того что человек нечто большее чем просто коллективное звено шестеренки что человек обладает я индивидуальностью и это конечно же очень сильно пугает вот этих всех правителей которые привыкли к тому что есть элита есть интеллигенция есть жесткая иерархия а есть просто народ глупый народ который ничего не соображает но блин мы уже более двухсот лет живем по новым канонам по канонам индивидуализма благодаря этому государство сейчас не возвращает крепостное право благодаря этому религия не навязывается и законы религии не законы а просто духовное предложение на которое вы можете согласиться или не согласиться институт семьи тоже стал менее деспотичным родители начинают понимать что у вас все таки своя жизнь и они могут конечно же делиться мудростью но никак не навязывать а раньше раньше все было совершенно по-другому раньше люди были без собственного я и просто следовали тому как скажут как скажут делать потому что люди были не образованные понимаете как картинка складывается дьявол здесь кроется не в самой либеральной идеи а в человеке возвращаемся к той самой простой схемке где вы увидели что рамки свободы можно расширять в разных институтах в разных социальных группах и это конечно же очень сильно пугает людей которые хотят паразитировать которые хотят править которые хотят сделать оградить вас образно говоря вот этими рамками чтобы вы не рыбались грубо говоря но проблема возникает тогда когда вслед за этими рамками раздувается сам человек да именно так выглядит катарсис моих всех размышлений именно из-за этого все беды либерализма из-за того что внутри рамок растет сам человек но вы уже наверное догадались к чему я клоню что вслед за здоровым расширением рамок расширением границ своей свободы личностного роста у человека раздувается собственное эго вот они корни проблемы либерализма вот за что его критикуют суть моих слов такова что расширение рамок свободы это нормально и либералов не существует мы все расширяем рамки свободы не оба не обязательно обозначать кого-то либералом если он личностно растет если он проявляет индивидуальность это просто за на самом деле это заложено в нас просто веками это в нас подавлялась правителями подавлялась монархии подавлялась силами свыше но но есть риск того что человек не вывезет вот эту свою собственную свободу свою собственную к вот эту конченую животную природу которая тоже в нас заложено а животная природа предполагает эгоизм предполагает внезапное чувство собственной важности внезапная надменность внезапная жадность внезапное все мне 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 этот мир крутится вокруг меня я я я я это тоже может быть деструктивно потому что когда растет вслед за рамками вот этот человечек раздувается эго, то это негативно может влиять на общество. И от этого все беды капитализма. Вот и все. Над этим можно хорошенько подумать и прийти к неожиданным выводам. Люди, которые считают, что есть действительно неограниченная свобода, они как раз-таки могут превратиться в людей, которые заработали себе огромное состояние и паразитируют на других людях. Потому что как бы это их свобода, как бы это их индивидуальность, это как бы их я. Видите, как получается интересно. Мы должны мириться с некоторыми социальными традициями, которые существуют. И невозможно делать всегда все, основываясь на своем я. Потому что есть другие люди, которые могут пострадать от некоторых твоих либеральных действий. И вот самый яркий и самый важный пример. Это вакцинация. Конечно же, каждый человек, он имеет право. Право не вакцинироваться. Прямо сейчас. Никто не заставляет. Конечно, да, есть там на работах, говорят, ты либо вакцинируешься, либо мы тебя увольняем. Но фундаментально ты можешь уволиться, найти другую работу, где тебя не заставляют вакцинироваться. Но это твое либеральное право. Но какие последствия это твое решение даст на вообще общество, на других людей? Человек с раздутым эго, конечно же, не заботится об этом. Потому что он индивидуально делает для себя. Вот не хочет он делать эту прививку, потому что у него есть какое-то там обоснование, ну там теория заговора или просто, ну вот не хочется, не хочется, не хочется. Этот человек думает, что ну вот я как-то выживу, да? Ну как-то меня обойдет этот ковид стороной, все будет окей. Но блин, а если все-таки ковид начнется? Не только ты заболеешь, но и ты можешь заразить других людей. Ну типа в этом основное осуждение антиваксеров, потому что они отказываются вакцинироваться, значит они могут заболеть и заразить других людей. И вот этот человек, который берет ответственность за свое решение не вакцинироваться, на самом деле у него преобладает эго. Это чисто либеральный, но и к тому же довольно эгоистичный поступок. В общем и целом я думаю, что либерализм, он хорош, если ты умеешь осаждать свое эго. И это самая главная проблема для общества прямо сейчас. Уметь понимать, когда твое эго управляет тобой. Ты просто становишься эгоистом, который делает, что он хочет и не думает вообще о последствиях других людей. Все сфокусировано себе, все себе, мне, я, я. Это тоже может быть негативно. И как всегда в своем видео я прихожу к балансу. Очень важен, ребят, баланс. Но в чем я убежден? Точно так это то, что либералов не существует. Есть люди, которые просто умеют работать с рамками свободы, научились ее использовать и по крайней мере стараются не полагаться на свое эго, чтобы эта свобода не приносила вред другим людям. На этом все. Спасибо, что смотрели этот ролик. Делитесь с друзьями, если понравилось. Меня зовут Фил Кек. Всем пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok